В конце августа этого года администрация города пересмотрела арендную плату за землю, естественно, в сторону повышения. Это напрямую связано с денежным пополнением казны и выравниванием условий на рынке мелкоопытовой торговли. Изменения действительно в 12 раз увеличение по коэффициенту сферы деятельности. В соответствии с этим и стоимость аренды земли для мини-рынков поднялась в 12 раз. На это можно смотреть двояко, можно говорить, что это резкое увеличение губит мини-рынки. Но администрация города считает, что это выравнивание по сравнению с аналогичными предприятиями торговли. Если раньше мини-рынки за аренду в месяц платили 1500 рублей, то с 1 января эта цифра вырастет до 20000 рублей в месяц. Уже сейчас раздаются предупреждения некоторых владельцев о сокрытии своих торговых мест. Это все просчитав, мы пришли к огромному, я не знаю, ну не удивление, в общем-то, это подтвердило наши догадки, что владельцы мини-рынков получают существенную прибыль. Значит, город находится не в такой ситуации благополучной, чтобы не использовать эту возможность. Владельцы мини-рынков, причем возмущение не от всех мини-рынков, кстати, потому что почему-то возмущаются те, кто по нашим подсчетам получает больше всех, то есть те мини-рынки, которые неплохо работают, у которых наполняемость большая. Все эти административные игры, так или иначе, отразятся на простых горожанах, привыкших покупать на рынке более дешевые товары, хотя в Комитете по экономике так не считают. Если считать, что в городскую казну приходят деньги и распределяются между чиновниками и администрацией, то ваша версия права. А если считать так, что на эти деньги будет покупаться мазут или газ, который уже отключали в городе, то я с вами не согласен. Это дополнительные доходы. Это точка зрения администрации. У рынков она немного иная. Впрочем, в начале года, видимо, будет продолжение этой темы.